Россия хочет не допустить возрождения фашизма на Украине. Поэтому, если надо, мы даем право, и эти действия закреплены в Совете Федерации, и сегодня мы проголосовали. Все здравые и, я надеюсь, умные люди, которые в зале за моей спиной находятся, проголосовали за то, что мы поддерживаем решение Совета Федерации и всех наших законодательных органов. При необходимости ввести ограниченный контингент российской армии, для того, чтобы был порядок, чтобы кровь больше не лилась. Для кого-то это статистика, а это все-таки 100 с лишним жизней, которые уже ушли. И как там будет дальше, никто сейчас не скажет. Речь идет только о Краине, для Азербайджана или Украины вообще? Вся Украина. Во всей Украине, по всему периметру или по всем границам должен быть мир, порядок и легитимно избранная власть. Те люди, которые выбирали там президента действующего, они что? Мы их лишаем права голоса? Вот это прямое нарушение Конституции. Но ветеран приняла решение об этом, об Остахе Янковиче, в конституционном большинстве, в 300 человек. Как это было, мы все с вами знали. Ну, я-то не присутствовал, я не знаю. Значит, еще к нашим здесь вопросам. Три страны, гаранты порядка, Франция, Польша, кто там еще был? Германия. Франция, Польша, Германия. Решили, что все, они сейчас там наведут порядок и все будет хорошо и здорово. На следующий день произошли известные события. Стрельба, кровь, смерть, смерти и отставка или там изгнание законно избранного президента. Наши товарищи здесь пошли к этим посольствам для того, чтобы еще раз объяснить или указать, в частности, немцам. Вас уже несколько раз, вашу страну, национализм, переросший потом в фашизм, так тряханул. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание, что сейчас с вашей помощью возрождается фашизм на Украине. Действия наших властей здесь около посольств были совершенно неадекватны, совершенно непонятны.